Рэй Брейдбори. Запах сырсепарилы. Мистер Уильям Финч тихо стоял на темном прохладном чердаке. Три последних ноябрьских дня с раннего утра и до обеда он проводил там, в одиночестве. Чувствуя, как мягкие белые хлопья времени, тихо падают с бескрайнего холодного неба цвета стали, безмятежно укрывают крышу и припудривают карнизы. Он стоял, не открывая глаз. Тянулись долгие бессолнечные дни. От морского ветра чердак скрипел каждой своей косточкой, Стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и реек, Издавая непрекращающийся поток вздохов и терзаний. Он стоял посреди изящных украшений, испытывая восторг перед его старинным достоянием и все вдыхал и вдыхал эти изысканные сухие ароматы. Ах! Ах! Его жена Кора то и дело прислушивалась, но сверху не доносилась ни шарканья ног, ни скрипа половиц. Ей казалось, что там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, она слышит лишь глубокое дыхание, похожее на работу старых кузнечных мехов, медленное и мерное. Странно и нелепо, — пробормотала она. На третий день пополудни он поспешно спустился вниз, улыбнулся угрюмым стенам, сколотым тарелкам, потертому столовому серебру и даже своей жене. — Чему ты радуешься? — спросила она. — Хорошее настроение, вот и все! Замечательное настроение! — рассмеялся он. Он был что-то не в меру весел. Буйная радость, которую трудно было скрыть, вовсю бурлила в нем. Жена нахмурилась. — Что это за запах? — Запах? Какой запах? Он помотал седеющей головой по сторонам. Она подозрительно принюхалась. — Сарсапарила! Вот что это такое! Примечание. Сарсапарила или смилокс или сарсапарель. Многолетняя лиана. Русское название происходит от испанского «сарса» и «пария». Родиной этого растения считаются Мексика, Перу, Бразилия, Колумбия, Ямайка. Отвар корней применяется в лечебных целях. В народе его называют «вечный корень». Из сарсапарилы также делали безалкогольный напиток, вкусом похожий на пиво. Конец примечания. Мистер Финч присел на краешек стула. — Быть того не может. Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он чувствовал себя не в своей тарелке, казался ошеломленным. А следующий вопрос заставил его насторожиться. — Где ты был утром? — спросила Кора. — Ты же знаешь. Прибирал на чердаке. Копался в куче мусора, значит. А я вот ни звука не слышала. — Думала, может, тебя там и нет, на твоем чердаке. — А это что такое? — она показала пальцем. — Как же они туда попали? — подумал он вслух. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток. — Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, ранним утром лет сорок назад мы на нашем велосипеде-тандеме выехали на проселочную дорогу, и все было так свежо и ново. — Если ты в скором времени не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и выброшу весь этот хлам. — О, нет, нет! — вскрикнул он. — Я же должен разложить вещи в том порядке, как мне требуется. Жена холодно поглядела на него. За обедом он немного успокоился и опять повеселел. — А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. — Всякий чердак — это машина времени. В ней бестолковые старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад в блаженную пору, где круглый год безоблачное небо, а детишки объедаются мороженым. — Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в носовой платок, и вкусом оно стало походить на сладкий замерзший лен. Кора беспокойно поежилась. — А, пожалуй, это возможно, — думал он, полозакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. — Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами. Все сплошь куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, наполненный временем. И если стать по самой середке и стоять прямо во весь рост, скосив глаза и думать, думать и вдыхать запах прошлого, и, вытянув руки, коснуться минувшего, тогда, о, тогда... Он спохватился. Оказывается, что-то, хоть и не все, он произнес вслух. Кора торопливо ела. — Разве не интересно? — спросил он, поправляя пробор в ее волосах. — Если бы можно было путешествовать во времени. И чердак вроде нашего, самое подходящее для этого места, лучше не сыщешь, верно? — В старину не все дни были безоблачные, — сказала она. — Все дело в твоей сумасбродной памяти. Ты помнишь только хорошее и забываешь плохое. Тогда не всегда было лето. — В некотором смысле, так оно и было. Не было. — Я что хочу сказать? — возбужденно зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникла на голой стене столовой. Надо только ехать на своем уницикле поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно, осторожно, от года к году, недельку провести в 1909, денек в 1900, месяц или недели две, где-нибудь еще, скажем, в 1905, в 1898. И тогда до конца жизни так и не выйдешь из лета. — Что еще за уницикл? — Ну, знаешь, такой высокий велосипед, об одном колесе висхромированный. На таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость удерживать равновесие, чтобы не свалиться. И тогда все эти блестящие штуки так и парят в воздухе высоко-высоко. Блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое. Красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое. Над головой у тебя летают все эти июни, июли, и августы, сколько их было на свете. А ты подкидывай их, как мячики, да улыбайся. «Вся соль в равновесии, кора, в равновесии!» «Бла!» — сказала она. «Бла-бла!» — и добавила. «Бла!» Он вскарабкался по длинной лестнице на чердак. Его пробивала дрожь. Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей. Ледяные колокола звенели в ушах. Мороз щипал каждый нерв, будто внутри вспыхивал колючий фейерверк, рассыпаясь ослепительно белыми искрами. И жгучий снег падал на безмолвные, потаенные долины подсознания. Ему было холодно, холодно-холодно, и потребовалось бы несколько бесконечных лет с их зелеными факелами и бронзовыми солнцами, чтобы освободить его от оков ледяного панциря. Он был огромным, безвкусным куском хрупкого льда, снеговиком, которого каждую ночь укладывали спать, наполнив снами из конфетти переливами хрусталя и флера. А снаружи вечно лежала зима. Великий снежный ком, разбивающий бессветную толщу неба, давящий всех, как виноградный пресс, выжимающий краски, смысл и бытие из каждого, кроме детей. Они бежали на лыжах и санях вниз по зеркальным холмам, которые отражают тяжелый железнобетонный заслон, нависающий над городом каждый день и каждую вечную ночь. Мистер Финч поднял чердачный люк. Ну вот, наконец, Вокруг него поднялась летняя пыль. Чердачный воздух дымился теплом, оставшимся от других эпох. Он тихо прикрыл люк. На губах его заиграла улыбка. Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка Кора Финч слышала, как ее муж что-то тихонько бормочет там наверху. В пять часов пополудни, напевая «Мой остров золотых снов», мистер Финч швырнул в дверь кухни новую соломенную шляпу. Бу! «Ты что, проспал, что ли, там весь день?» Огрызнула жена. «Я четырежды звала тебя, и все без толку». «Спал?» Он задумался и хохотнул, затем быстро прикрыл ладонями рот. «Да, пожалуй, что и так». И вдруг она заметила в нем перемену. «Боже милостивый!» воскликнула она. «Откуда у тебя это пальто?» На нем было красное, похожее на леденец пальто, в мелкую полоску с высоким белым узким воротником и брюками цвета сливочного мороженого. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена. Нашел в старом сундуке. Кора потянула носом. «Нафталином не пахнет и выглядит, как новенький». «Нет, нет!» поспешно возразил Уильям. Ему явно было не по себе, когда она пристально рассматривала его костюм. «Тут тебе не маскарадная вечеринка», сказала она. «Разве не может человек немножко развлечься? Только это ты и умеешь». Она хлопнула от дверцы духовки. «Бог-свидетель, пока я сижу дома и вижу, ты в магазине угождаешь дамам у входа, придерживая их за локотки». Он не стал возражать. «Кора!» Он заглянул внутрь потрескивающей соломенной шляпы. «Разве не славно было бы, как раньше, отправиться на воскресную прогулку, помнишь, с твоим шелковым зонтиком и развивающимся на ветру платьицем, а потом присесть на проволочные стулья в баре с газированными напитками и почувствовать запах аптеки. Почему сейчас аптеки перестали так пахнуть? И заказать нам по бокалу сарсапариллы кора, а потом поехать на нашем форде девятьсот десятого года на пир с Ханахана, чтобы поесть из бумажных коробочек и послушать духовой оркестр. Как тебе идея? Ужин готов. И сними эту нелепую одежду. Если бы ты могла загадать желание поехать по тем проселочным дорогам, какими они были до появления машин, ты бы сделала это?» — настаивал он, наблюдая за ней. «Те старые дороги были грязными. Мы возвращались домой с пыльными лицами, как у дикарей. Так вот...» Она подняла сахарницу и потрясла ее. «Сегодня утром. Здесь было сорок долларов, а теперь их нет. Только не вздумай сказать, что на эти деньги ты купил свой клоунский костюм в какой-то костюмерной лавке. Он совершенно новый и ни в каком сундуке не валялся». И я пробормотал он и умолк. Жена бушевала еще полчаса, но он так и не стал оправдываться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и пока она возмущалась, с холодного зимнего неба снова посыпался снег. «Отвечай!» — кричала она. «Ты что, спятил тратить наши деньги на такую одежду, которую все равно не будешь носить?» «На чердаке!» — только и сказал он. Кора, не слушая, ушла в гостиную. Снег повалил вовсю. Стало холодно и темно. Настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Вильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище прошлого, в мрачную дыру, где только и есть, что старая одежда да время, в особый мир, не похожий на этот мир внизу. Он напустил чердачный люк. Вспыхнул яркий карманный фонарик. Да, оно все здесь. Время собранное, сжатое точно японский бумажный цветок. Стоит только прикоснуться к воспоминаниям, и все раскроется в прозрачной воде разума прекрасными цветами, весенним бризом, даже большим, чем сама жизнь. В каждом из выдвинутых ящиков комода могли лежать тети, кузины и бабушки, покрытые горностаевой молью. Да, здесь обитало время, ощущалось его дыхание, разлитое в воздухе, а не заключенное в часовых механизмах. Теперь весь дом там внизу был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, он опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак. Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги и раннее утро и полдни, такие яркие, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета, в цвет сливы, земляники и винограда, в цвет лимона, нарезанного дольками, в цвет после грозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан. Это горело время и оставалось лишь вглядеться в огонь. Поистине великая машина времени этот чердак. Он знал, он чувствовал, он был уверен, если тронуть вон те граненые подвески здесь, а эти дверные ручки там, потянуть кисти шнуров, позвенеть хрусталем, взвихрить пыль, ударить по сундуку и подуть в старый очаг, пока глаза не застелят копоть тысячи древних костров. И если ты действительно сыграешь на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда, о, тогда... Он взмахнул руками, готовый стать оркестровщиком, дирижером, хормейстером. Музыка звучала в его голове, пробивалась сквозь сомкнутые губы, и он играл на величественной машине, на громогласном органе, басом, тенором, сопрано, ниже, выше. И, в конце концов, последний аккорд, от которого он испытал такое наслаждение, что глаза закрылись сами собой. Часов в девять вечера жена услышала его зов. «Кора!» Она пошла наверх. Вильям выглядывал из щердачного люка и улыбался. Он взмахнул шляпой. «Прощай, Кора!» «Что ты такое мелишь?» «Я все обдумал. Я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться». «Слезай оттуда, дурень!» «Вчера я снял со счета в банке пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда я решился... Что же, Кора?» Он потряс своей нетерпеливой рукой. «В последний раз спрашиваю, пойдешь со мной». «На чердак-то?» «Спусти лесенку, Вильям Финч. Я влезу наверх и выволок у тебя из этой грязной дыры». «Я отправляюсь на пирс Ханахана за миской моллюсков», сказал Вильям. «И я попрошу духовой оркестр сыграть лунную бухту». «Пойдем, Кора?» «Пойдем». Он протянул руку. Она стояла и молча смотрела на его нежное, вопросительное лицо. «Благослови тебя Бог», сказал Вильям. Он ласково и нежно взмахнул рукой. Затем его лицо исчезло. Исчезла и соломенная шляпа. «Вильям!» «Вильям!» взвопила она. На чердаке было темно и тихо. С криком она кинулась за стулом. Кряхтя взобралась в эту затхлую темень, поспешно посветила фонариком по углам. «Вильям! Вильям!» Темно и пусто. Лишь дом сотрясался под ударами зимнего ветра. И тут она увидела в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окно. Она неуверенно подошла к нему, помешкала, затаив дыхание. Затем медленно открыла. Снаружи к окну была приставлена лестница, ведущая на крышу веранды. Гора отпрянула. За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. Она слышала негромкие взрывы, хлопки петард. Она слышала смех и далекие голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты, алые, белые, голубые, и рассыпались, угасая. Захлопнув окно, она застыла в недоумении, потом сделала шаг назад и пошатнулась. «Вильям!» Сквозь люк в полу чердака позади нее пробивался слабый зимний свет. Пригнувшись к нему, она увидела снег, шепчущийся с холодными прозрачными стеклами внизу, в том ноябрьском мире, где ей предстояло провести следующие тридцать лет. Больше она не подходила к тому окну. Она сидела одна в темноте чердака, ощущая единственный запах, который, казалось, не исчезал. Он витал в воздухе, как легкий предсмертный вздох облегчения. Кора медленно, глубоко вдохнула до внешней и до боли знакомой незабвенный аромат аптечной сарсопарелы. КОНЕЦ КОНЕЦ